Молодь! Пойдёшь? Ну конечно, хорошо. Вот так. Нормально? Нормально. Так, ну я, Танюш, я ещё раз хочу поздравить Татьяну Гордиенко с прошедшим днём рождения, с выходом книги, потому что презентации, к сожалению, не было, и с этим замечательным творческим вечером. Очень рада, что собралось столько ярких, талантливых людей сюда, и знакомых, и незнакомых. Вот. Для меня Танюша — это такой особый друг, потому что как женщина она плеопатра, потому что года невластны над ней. Она, как когда-то я дерзко к юбилею написала, я ныне пресно и всегда неизлечимо молода. Вот, Танюша, у нас как раз это про неё скорее. А вот. А как поэт? Ну вот она именно поэт. Про неё это корявое слово поэтесса. Вот. И никак не скажешь, потому что она именно поэт. И поэт настолько сильный, что после неё, в общем, выходить читать стихи, ну это смело, я так считаю. Вот. Слишком высокая планка. Вот. Но неважно. Сегодня мы на её вечере, и в честь неё, так сказать, её радуем. Очень часто Танюшка звонит мне, почитает, так сказать, свои стихи и там, ну, делится как бы, да. Это лестно и приятно. Если меня что-то, ну, слов не поймал, ну, поймал что-то не то, я всегда это говорю искренне, честно. Вот. Но, как правило, мне всё всегда нравится. Но иногда какая-то фраза именно по смыслу, я за неё что-то цепляюсь, или пишу какое-то продолжение, или ответ какой-то свой, или в полемику мы вступаем, да? Да. Вот было такое, у нас у неё стихотворение, там были такие слова. Это из-за нашего расхождения главного. Она человек абсолютно летний, так же, как я абсолютно осенний. А вот. И у неё, значит, была такая строчка «Не примеряйте осень в летний час». Ну, для меня достаточно вот этой строчки. Печать. «Не примеряйте осень в летний час, но солнечный рассвет, ещё не лето». Он только отзвук и тепла, и света, но это ли теперь тревожит нас. В любой поре таится благодать. В любой хотим мы жизнь не прогадать. Уж золотом поля дымятся, и серебрится голова, Легки и мысли, и слова, и далеко уже не двадцать я будто только родилась. Как странно, на исходе лета, вдруг осознать себя поэтом и ощутить с природой связь. Ну, это, опять-таки, такое вот это чисто день рожденческое стихотворение. Ну, оно, хотя, ну, вроде бы об осени. Ну, вы, я думаю, поймёте. А какой осени? Об осени. О самом прекрасном времени года. Не разочаровывает дождь. На душе ни капли стылой нету. Радует пылающая гроздь. В сполохе рябинового света Осень и в природе, и в судьбе Пышноцветьем радует, не мучит. Всё богатство красок есть в тебе, А внутри надежды, веры лучик. Это непрекрасно. Спору нет, что порой непросто давят годы, Но поверх всего бессмертный свет Снова нас, спасающий природы. Да, ну, прямо сейчас. Спасибо, Боря. Как говоришь, крайняя книжка. Спасибо, Катюша. Спасибо и за книжку, и за розы. Благодарю.